Здравствуйте, друзья, меня зовут Катерина Шевлина, я юрист и финансовый советник, и сейчас я предлагаю вам расслабиться немножко, забыть про юриспруденцию, мы будем разговаривать про ваши деньги, и те, кто послушает и сделает то, что я сейчас вас попрошу, точно, совершенно гарантированно станет богаче, это просто инфосовка, как говорится. Итак, а я сначала хотела вас спросить, вы зачем сюда пришли, цель того, что вы ходите на такие конференции, какая? А у меня тут было написано, что это не главное. Кто-нибудь видел? Нет? Итак, кто-то видел, молчите. Зачем мы все сюда ходим? Вот зачем? А зачем вам новые знания? Применять в работе. Применять в работе дальше. Зачем? То есть, вы работаете, рады работать, зарабатывать, друзья, зарабатывать. А я сегодня пришла вам сказать, я знаю, что вы, мои коллеги, уважаемые, все в дорогих костюмах, на прекрасных иномарках, много зарабатываете, ходите в такие замечательные конференции, но иногда забываете о главном, что зарабатывать не равно стать богаче. Давайте об этом поговорим. Первое, что я хочу, да, о чем я хочу вас предупредить, я буду задавать неприличные вопросы, потому что, говорят, нельзя спрашивать про возраст, нельзя спрашивать про деньги. Я вот оба этих вопроса вам задам, и будет здорово, если вы вместе со мной поработаете над этим. Что касается денег, давайте не будем отрицать, да, это три базовые потребности у человека. Секс, деньги, власть. Про секс и власть кто-то другой, наверное, расскажет. Я расскажу про деньги. Деньги в наше время, когда мы с вами не живем в пещерах, на нас не охотятся тигры, мы не ходим на мамонта. Деньги – это эквивалент нашей безопасности. Чем больше у нас денег, тем мы безопаснее себя чувствуем. Кто со мной согласен? Я, да. Согласна? Отлично, здорово. И мне говорят, что деньги не главное, если это ерунда бывает. Так вот, деньги – это очень важно. И сейчас я с вами пройдусь по опорным точкам. Я провезла для вас методику. Методику – это просто алгоритм, который рекомендует Мэрил Винч, инвестиционная компания, по личным финансам американской. Когда мы сверяемся, человек, когда впервые задумывается о том, что, слушай, я очень много зарабатываю, но у меня все вылетает, просто как в трубу ничего не остается. У нас есть некие рекордные точки, по которым мы должны понять, мы вообще в темпе идем, мы копим или нет. Сейчас я вас попрошу, во-первых, вспомнить, сколько вам лет. Это будет сложно сделать тем, кто вчера был на вечеринке. Я видела вашу съемку. Все вспомнили, да, сколько вам лет. Отлично. Теперь, друзья, считайте вашу годовую зарплату. Умножаем. Берем вашу месячную зарплату, умножаем на 12, получаем определенную сумму. Посчитали? Вот только те, кто будет делать, друзья, что-то, вынесет отсюда что-то полезное. Если вы просто прослушаете, ничего не будет. Теперь давайте пройдемся, и вы сравните. Вообще, вы имеете шансы закончить, да, получается, закончить свою жизнь в безопасности, финансовой? Друзья, а есть кому-то, кому 20 лет? Нету? Вот для тех, у кого буквально база цвета имеет сближение в размере 0 рублей, и это нормально. Если вам 30 лет, а можно как-то поднять ее, потому что... Да. Так, если вам... Так, сейчас. Не знаю, что у меня мало времени. А, слушайте, а у нас все ниже и ниже. То минимальное у вас сейчас должно быть в активах, в деньгах, в ценных бумагах, может быть, в какой-то недвижимости, которую вы сдаете, одна и годовая зарплата. Так, все 30-летние, прикинули, есть у них на депозите эту сумму. Так, теперь каждый раз, куда-то там делать. Давайте, 35. А у нас все помнили, что это сложно. Да, ага. Уже минимум 2 годовые зарплаты у вас должны быть 35 годам. До 35 лет, знаете, какая штука происходит? Мы сами заводим семью, детей, жилплощадь покупаем, машины, квартиры, путешествуем и так далее. Очень много расходов. Кто-то умудряется в это время завесить в кредит. И к 35 годам, тем не менее, вы должны уже выйти, войти в темп. Уже 2 годовые зарплаты у вас должно быть где-то сбережено. Правильно я сказала, да? К 40 годам, друзья, 3 годовые зарплаты. Есть кто? 35-летние, 40-летние вы посчитали? Как у вас? Нет, ну смотри, зарплаты же растут. Такую считать, как у вас есть. Это сейчас, которая сейчас у тебя есть. Все, 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 вот, давай. Ладно. Давай не усложняй, хорошо? То, что сейчас есть. Кто понимает сейчас, что у них все в порядке, они идут в темпе, у них есть такие накопления? Поднимите руку. Супер. 2 человека. Запишите себе. К 35 годам 2. Не к 40 годам 3. Окей, это 50, 4, 6. 60, 8, 10 долларов. Кажемный зарплат, чтобы не быть финансово зависимыми от государства. Никто же не надеетесь за вас, что вы на государственную пенсию готовы. Хотела здесь вам необычно говорить, что у них есть деньги на депозите, либо они покупают недвижимость. Это два таких способа у нас в России инвестировать. Люди считают, что это инвестиции. Это положительный депозит. Дальше я вам покажу, почему это особо не работает. И купить квартиру. Да, недвижимость любят сдавать. А, я же сказали, не уходить, да? Вот, посмотрите, пожалуйста, это стоимость недвижимости в рублях. У нас есть чувство, что она всегда растет. Те, кто топит за инвестиции в недвижимость, они говорят, надо купить квартиру, она всегда растет в цене. Еще желательно ее в кредит купить. Друзья, это стоимость жилья в квадратном метре в Москве в рублях. В других городах картина будет примерно такая же. Это стоимость жилья в долларах. Почему так происходит, знаете? Да, к сожалению, да, сегодня посмотрите, как у курса доллара. Поэтому желательно сделать так, чтобы все ваши активы были рублевыми. Нужно диверсифицировать их по странам. Я расскажу вам сегодня, как это сделать. Давайте я буду быстро, потому что времени мало. Смотрите, по какому сценарию живет, я говорю, 97% россиян. Это сценарием гельности мы его называем. Потому что, как правило, у нас в России молодые люди очень востребованы на рамки труда. Если вы, может быть, замечали такое, что работодатели отдают предпочтение таким молодым энергичным. К 40-45 годам мы выходим на пиксовую заработку. Дальше мы на нем держимся где-то до 60-65 лет. Потом наши дороги резко падают. Потому что мы становимся не в состоянии работы, становимся не востребованы на рамки труда и так далее. Мы реализуем этот сценарий. Если мы забываем о том, что вообще-то нам на протяжении всей жизни нужно думать не только о том, как увеличить свой заработок, но и о том, как эти деньги сберегать, мы, к сожалению, попадаем в эту ловушку. Особенно те, кто берет кредиты. Есть альтернатива всему этому. Это сценарий комфорта, сценарий бедности. Но сценарий свободы. Я не буду на этом задерживаться. Хочу только сказать вам главную мысль, что умение зарабатывать не равно умению создать капитал. Это очень важно понимать. Всегда, помимо того, что вы растете карьерно, вы получаете новое знание для того, чтобы еще лучше работать, быть более востребованным специалистом, никакого толку не будет от вашего заработка, если вы будете тратить его только на ваши текущие потребности. Потому что нет никаких пределов нашим тратам. Сколько бы вы ни зарабатывали, вы найдете место, куда и на что потратить эти деньги. Поэтому не работает отложить когда-нибудь после того, как, не знаю, у меня что-то останется в конце месяца. Первое, что вы должны сделать, это начать откладывать, как только вы получили доход. То есть меняем полностью механику. Вы получили доход, вы забрали сначала 10% отложили. А после этого у меня были для вас две новости. Одна хорошая, но я плохая. Это вот золотое правило, ячить финансов. Не будем на нем останавливаться. Но вы точно станете богаче, если будете его придерживаться. Смотрите, это 100-рублевая купюра Банка России 1910 года. Образец 1910 года. Если вы внимательно посмотрите, что там написано, там есть такая надпись, что такие купюры, они разминиваются на золотую монету и за ограничение суммы. Что это значило? Кто знает? У нас раньше валюта была обеспечена золотом. В 1944 году было с Брэдтингудское соглашение, вдруг кто-то не знает. Был привязан курс долларов к тройской униции золота. И на 44 страны подписали соглашение, что доллар привязан к золоту, а другие валюты привязаны к доллару. Вот такая вот была система. Но Штаты в одностороннем порядке из этого соглашения в 1971 году вышли. К чему это привело? Это привело к инфляции. Постепенно вслед за Соединенными Штатами из этой системы вышли и другие страны. Это привело к инфляции. А как вы видите, инфляция присуща не только нашей стране, она есть в том числе и в США, она составляет порядка 3% исторически. То есть она есть. В этом плохая новость. Если мы будем с вами просто зарабатывать и просто откладывать эти самые 10%, ничего из этого не уйдет. Вот смотрите темпы, с которыми дешевеют ваши деньги. Уже вот даже при 6% инфляции, друзья, через 5 лет от ваших денег останется 3 четверти. Через 10 лет уже чуть больше половины всего покупательного способность денег уменьшается. Это 6% инфляция. Если мы возьмем больше, то посмотрите. Все понимают, да, что миллион сейчас и миллион через 10 лет – это разность вашей деньги. Вот так. Не буду, наверное, в это вдаваться. Про хорошую новость все мы рассказываем. Хорошая новость – это то, что есть активы, которые позволяют переиграть инфляцию. То, что мы не должны попадать в эту ловушку того, что якобы положив там деньги на банковский депозит, мы их как-то сохраним. Нет, банковские депозиты, как правило, поставки ниже инфляции, поэтому мы ничего не сберечь таким образом, к сожалению, не сможем. У нас есть аргумент у всех. Я сегодня рада здесь почти все молодое поколение находится. Когда я выступаю перед аудиторией, которая 50-60 лет, они очень скептически относят эту информацию, говорят, что в нашей стране невозможно накопить, ну, вообще бесполезно. Мама мне говорит, я вкладывала, откладывала себе на свадьбу, открыла банковский вклад в сберкнижку. И это все превратилось там в какие-то копейки. Слышали такие истории, в принципе. Вот так вот. Почему это произошло? К сожалению, мы вот такая уникальная страна, да, у нас коммунизм закрыл фондовый рынок, мы отсутствовали в рыночной экономике более 70 лет, мы были выключены из этого, у нас была плановая экономика. В то время как в других странах функционировал фондовый рынок, функционировали предприятия коммерческие и так далее. Поэтому мы в этой системе начинаем разбираться только-только. Начинаем понимать, что происходит. И я уверена, что в конце концов мы рано или поздно придем к этому. Но, к сожалению, наше поколение будет вынуждено заплатить за это дорогую цену, потому что мы не верим в то, что работают активы, да, мы верим только там в кирпичи, например, и в банковский депозит там в пределах миллиона четыреста. И мы наверняка будем тем первым поколением, которое столкнется с вторым, да, может быть, вторым, да, те, кто, кому государство будет обеспечивать на пенсии прошедшим минимум, то есть то, чтобы мы просто выжили, не умерли, а все остальное как бы на нашей совести. Все, что мы можем сделать, мы сделаем. Эта вот сложная таблица, она о чем? Она о том, почему обесценились депозиты наших родителей. У нас в 98-м году государство объявило дефолт, если вы помните. Оно сказало, что портал я больше не могу платить по своим долгам. Рынок рухнул, это рынок российских акций, это инфляция, это гиперинфляция, смотрите, 84%. Если сейчас мы говорим о 4-6%, тогда это было 84% за один год. Рынок фондовая карция тоже упал на 50%. Но посмотрите, даже в это время можно было что-то сделать. Если бы вы были в золоте, если бы вы были в долларах, то вам удалось сохранить, покупать способность ваших сбережений. Проблема наших родителей в том, что они об этом не знали. Ну, мало кто знал. И уже 99-й год, смотрите, рынок карции отыгрывает падение. Это около минус 50, стало около 235. Инфляция все еще оставалась высокой. Золото росло, доллар рос. То есть диверсификация – ваша главная цель. И действительно, инфляция – это та плата, которую мы платим за свою финансовую неграмотность. То есть первое, что… Две мысли. Если я сегодня донесу, я буду абсолютно счастлива. Первая мысль – это то, что вы должны поменять алгоритм того, как вы расходуете ваши деньги. То есть сначала получили, потом сразу же перевели на счет, в котором у вас нет доступа. И второе – вы обыгрываете инфляцию. Потому что обычный человек на инфляции теряет, инвестор, который умеет ее погнать, он умножает в свой капитал. Есть еще такая штука, которую я, наверное, не успею вам рассказать. Она называется «Чудо с 42%». Вот здесь я, кстати… А с какого у меня времени вообще есть? А я не знаю. Я послушаю. Это не значит, что… Это интересно продолжить. А тогда рассказывай. Хорошо. Смотрите, я инвестор с 2008 года. Чтобы вы понимали, я просто… Мне повезло. Это было случайно. Я устроилась работать в зарубежный банк. Работала с экспатами. Они там все инвестируют. Давно, всю жизнь и так далее. И я показываю на примере тех цен. 2008 года. Происходил тоже глобальный мировой кризис, от которого пострадала российская экономика. В том числе мы тоже смотрели на то, как обесценивается рубль. И смотрите, что можно было сделать в тот момент. Что делали мои колени? Мы побежали в магазины типа NVIDIA, Apple и так далее закупать вот такую технику, которая, как мы думали, подорожает. Потому что мы же импортируем. У нас там вчера доллар был 23, сегодня уже 36. Надо срочно бежать покупать айфон. Что можно было купить? Вот, например, 1000 долларов. Тогда это было 33 тысячи рублей. Можно было купить третий айфон. Кто помнит? Можно было купить с телевизора Toshiba. Это реальная абсолютно цена того времени. Также можно было на 1000 долларов купить, например, акции из индекса S&P 500 на 33 тысячи рублей. Смотрите, что произошло бы за 11 лет. Можем проверить, наверное, я специально это сделала. Телевизор Toshiba 2008 года выпуска продается за 3 тысячи рублей. Айфон 3 стоит 6 тысячи рублей. И индекс S&P 500 в рублях 201 тысяча. Сейчас это уже больше, потому что эту презентацию я делала для своих учеников в 2019 году. Сейчас индекс S&P 500 отыграл падение COVID-19. А в рублях эта сумма еще больше. Потому что у нас сегодня доллар уже 70, там, сколько, 77, да? А 70-го? Боже, не говорите, не говорится уже. Вот в чем, друзья, моя разница между тем, как вы тратите деньги на... Ну, то есть, я уверена, все хотят айфоны и так далее. Это все круто, очень здорово. Можем завести себе просто за правило. Помимо обычных товаров, которые со временем не теряют стоимости, покупать инвестиционные активы, которые выгрывают инфляцию. Я вам покажу сейчас исторические данные. Здесь про линейное мышление, оно про капитализацию. Чудо капитализации, которым восхищался Эйнштейн и так далее, которое кратно увеличивает капитал. Посмотрите его, да? Это когда процент зарабатывается... Процент начисляется на процент. Если вы начинаете инвестировать, и вообще лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это приучить его инвестировать хотя бы небольшие суммы в раннем возрасте. Если вы начнете это делать в 20-30 лет, в итоге, в 50-ти годах, у вас капитал достигнет такой суммы, что проценты, которые начисляются на этот капитал, будут больше, чем те взносы, которые вы можете внести со своей зарплатой. То есть, допустим, ваш капитал приносит вам тысячу долларов в месяц, а вы при этом зарабатываете, допустим, две тысячи, и чтобы тысячу внести, вам нужно было бы ползарплаты отдать. То есть, когда процент работает на процент, это геометрически увеличивает ваш капитал. Вот, для примера, с 3 тысячи рублей под 12% годовых к первому миллиону вы будете идти 12 лет. Ко второму вы придете всего за 5 лет, к третьему за 3 года, потому что проценты будут начисляться на все большую и большую сумму. Понятно? Вот, так что чем больше у вас времени, тем лучше. И я сейчас покажу вам исторические доходности. Сразу скажу, например, рынок российских акций приносит порядок в среднем, да? 17% годовых в рублях, но мы эту историю сможем расследить только за последние 20 лет, потому что раньше был Советский Союз. И вот историю фондового рынка США, чем она хороша, тем, что в деталях ее могут отследить в год до 1800 года. Здесь перед вами статистика с 1926 года, которая захватывает и период Великой Депрессии, и Вторую Мировую Войну, и так далее, и тому подобное. И если мы посмотрим на исторические данные, то акции приносят доходность порядка 10% годовых. Это гроз, да, грязная, потому что инфляция, нужно учитывать, она тоже 3%, то есть чисто менее порядка 7% и облигации делают 5,5%. Вот так. Моя идея, да, чтобы вам сказать сегодня, я не буду, вот это уже не успеваю. Моя идея, которую я хочу до вас донести, заключается в том, что я уверена, что любой из вас обязательно должен разобраться в том, чтобы понять, как инвестировать, как сберегать свои средства, и делать это не только в рублях, не только в киропичах, не только в депозитах и так далее. Еще одна мысль, которую мы должны понять, это то, что просто в кэше в долларах хранить бесполезно, оно хоть номинально и растет, потому что наша валюта обесценивается. Но в долларах тоже есть инфляция, вы видите, какими темпами сейчас ФРС печатает валюту. Больше валюты, она идет фронтом в рынок, растут активы, почему бы вам этим не пользуются, почему бы вам не стать акционерами других компаний. Сейчас это стало просто, вы открываете брокерский счет, вы открываете индивидуальный инвестиционный счет, получаете налоговые вычеты дополнительные. Самый простой способ инвестировать, да, и та стратегия, которую я придерживаюсь, она максимально простая, ее рекомендует Американская комиссия по ценным бумагам и биржам США для своих граждан, она применима здесь, в России, это называется стратегия пассивного индексного инвестирования asset allocation, когда вы не должны сидеть, выбирать акции, думать, когда купить, когда продать, вот без сей вообще ничего нет. Максимум это занимает 5 минут в месяц, ну лучше, ну да, 5 минут в месяц. Получили доход сразу же, не принесла вам пример портфеля, или не переключаются, наверное, этот слайд не захватился. Я делала для вас пример портфеля, который вы могли бы составить. В общем, я скажу на слова для тех, кому это станет интересно. Это просто портфель из индексных фондов, фонды, это, грубо говоря, вы покупаете уже готовый набор акций на тот же самый S&P 500, за приемлемые абсолютно деньги, и ничего при этом вы держите. В долгу стратегия купил, держи, просто для того, чтобы обогнать инфляцию и так далее. Там еще есть нюансы по тому, как нужно распределить активы в портфеле, но боюсь, что на это сейчас не хватит времени. Сейчас буквально, да, все, я вас отпущу. Если у кого-то есть вопросы, я готова на них ответить. И кто-то еще после меня выступает. Поэтому мне кажется, что мне надо уже завязывать. Можно говорить? Да. Немного юридического тематика, но с учетом инвестиций, а на такой сражении брака и до совместных наше преимущество. Какого все-таки механизма тела акций, если, допустим, счет открыт на одного партфеля, то есть мы приносим членные акции. Выписку из браковского счета. То есть, вот эти акции, это имущество, оно делится пополам между супругами. Если вы открыли браковский счет, покупали акции до брака, то они делиться не будут. Все, что покупаете в браке, делится пополам. Нет, это нормально. Я имею в виду вот этот акций, и сам механизм, как это у брокера, допустим, происходит. Открывается, допустим, на второго супруга. Открывается счет, в соответствии с судебным решением, да, переводится, депозитарный перевод делается с одного счета на другой. А доходы на каком моменте? На вознесении. На вознесении. Вложение, как сказать, купила акции до брака. Да. А братья не растут, и доходы нечего дать. Это бумажный доход. Ну, то есть, пока ты их не продала, ну, даже если ты продала их, это твоя добрачная имущество, квартиру ты купила до брака, она у тебя есть. Если ты ее продала, это твое личное имущество. Потом твоя задача будет только доказать, что это будет. Что это... Да, да. Это как обычно, как имущество. Я хочу, почему они не знают, потому что они хотят сделать историю про землежные посетки, которые якобы не делятся. Они не делятся, это не якобы не делятся. А почему не делятся? Это страховка? Нет. Нет, потому что юридически... Заловая? Да. Это страховка. Юридически есть такие инструменты, с помощью которых выводятся деньги из подраздела. Как это делается? Это юридически, как у нас сейчас есть, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни. Туда заводятся деньги. Но, понятно, если это делается не за много, до развода и с одной определенной целью, то понятно, какое решение вынесет судья. Но, например, у меня есть страховка, которая называется юридлинкт. Юридически это страховка. Внутри это инвестиции. То есть я туда, в эту страховку завожу ежемесячный день. Там приобретается пакет ценных бумаг. Они раздельным образом работают. Они не делятся при разводе, потому что ты юра – это страховка. Как и наше накопительное страхование жизни. Единственное, не стоит это делать для того, чтобы вывести деньги из подраздела. Потому что тут, когда это все очевидно... Но это глупость. Но это глупость, согласись, это глупость. Когда женщина финансово зависит от мужчины, и при этом она хочет как-то подстраховаться, вывести какие-то средства, и мало ли что. То инвестируя на протяжении многих-многих лет... То есть это история, на которую вы подписываетесь, как на ипотеку. Вы должны жилищно носить деньги. Она не делится при разводе. Если это просто неспециально, не то, чтобы вывести деньги. Если это ваш доход во время брака, то это брачное имущество. С вашей зарплатой, а доходы у нас общими не являются, да? Это интересный вопрос. То есть общее все, и доходы общие, и так далее. То есть все придется поделить пополам. А вы, да, допустим, если супругу не нужная акция, он просит его выделить? Да, можно компенсацию за стоимость. На момент, да? Да. На акции же они могут быть, да? Да, да. На определенную дату поставим, мы здесь, да. И все интересные, как будто все разводятся, соображаются. А вы, да, да. А вы, да, да. А вы, да, да. Ну, сейчас я, да, да. Вот это, да, да. А у нас просто в среднем много инвестирования, в проектах таких дел немного. И судьи не очень хорошо, они вообще не очень хорошо. А как это делить, на какой момент фиксировать, допустим, стоимость акции? Нет подачи. Да. А дальше я буду взяла. Все вопросы. Да. 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 Это темные полосы. Теперь обратите внимание, каких полос больше? Белых. Белых. Три четверти периодов рынок заканчивал в плюсе. То есть, за счет чего это происходит, друзья мои, за счет того, что растет экономика, растет потребление, растет численность населения, производительность труда и так далее. В связи с этим, несмотря на то, что это действительно бывает и не краткосрочные иногда кризисы, да, если ваша цель до пяти лет, вы ни ногой не должны вступать в акции. Да. Это там, кто на чьих родителей, которые инвестировали, они здесь в 8-м год видят, как у них отстал уже, это было 50. Да. Нет, я объясню, не у всех есть финансовая грамотность, не все понимают, куда они идут, когда вы покупаете акции, вы должны быть понимать, что волатильный, это рискованный инструмент, это высоковолатильный инструмент, то есть у вас действительно вы можете вложить 100 тысяч рублей и увидеть 50, но вы должны, не все данные принесла, но вы должны понимать, что риск нивилируется в том числе временем, потому что на горизонте, там, пятилетнем уже, да, если у вас грамотно составленный портфель, состоящий из акций и облигаций, вы на пятилетнем горизонте будете точно в плюсе. Ну вот, исторические данные так показывают. Как будет в будущем, никто не знает, но пока все неплохо. Смотрите, я вот всегда, и сейчас вот давайте с двух сторон разберем этот вопрос. Первый. Там, где гарантии, никогда не будет доходности. Когда вам кто-то дает гарантию, это значит, что на вас зарабатывают. Вам дают гарантию выплатить вам проценты по банковскому вкладу. Почему? Потому что вам берет от вас деньги депозит и отдает их кому-то в кредит, принимая на себя риски. Правильно? Доходность есть только там, где есть риск. Риск, к риску нужно, у нас две крайности. Мы либо всего боимся, а вторая крайность, мы готовы вложить деньги в МММ. Нужно все-таки разумно подойти к этому вопросу. И если у вас уже слишком много средств, вы должны понимать, что средства на брокерском счете не застрахованы. Поэтому, если брокер ненадежный, у вас есть такое зрение, что может что-то случиться, не стоит хоронить там денежные средства, но можно хоронить там ценные бумаги, потому что ценные бумаги, они депозитарии еще учитываются. Вы сможете в случае банкротского брокера сделать депозитарный перевод на счет у своего другого брокера. Ну, то есть, здесь еще альтернативный вариант открыть счет у американского брокера, где эти средства застрахованы на 500 тысяч долларов. То есть, вот как альтернатива. Не клади яйца в одну корзину, да, все риски снимаются, идеи жерстификации. То есть, и в Тинькове страшно идем там, Сбербанк, может быть, там не страшно, ВТБ. То есть, разделяем свои средства на несколько счетов. Но, в целом, ситуация с брокерами не такая, как с банками, когда у банков повально отнимают лицензии. У брокеров такого нет. Есть брокеры, которые пережили кризис там 2008 года, благополучные и так далее. И все в порядке. Если у вас более 5 лет, копите, пожалуйста, в американских акциях. Есть замечательные инструменты ETF от FINEX, да, допустим. FXUS, это ETF на американские акции. Целый наборчик акций в одном инструменте. Купили, забыли. Через 10-15 лет вы увидите, как по этому красотам. Считается, смотрите, и ETF могут быть на акции, и могут быть на облигации. И распределение между акциями и облигациями зависит от вашей толерантности к риску. Есть правила, на которые можно ориентироваться при составлении портфеля пенсионного. Есть правила большого пальца. Вы из 100 вычитаете свой возраст, у вас столько должно быть акций. Допустим, вам там 30 лет. Из 100 вычитаем 30, это у вас 70% идут в акции, 30% идут в облигации. Это такое базовое. Оно, конечно, не ориентир. И только под пенсионный портфель. Есть тесты на риск-профиль. Можно пройти, найти в интернете, посмотреть, насколько вы толерантны к риску лично вы. Плюс, я всегда говорю, что легче тем, кто начинает с небольших сумм. Потому что у меня есть клиенты, которые приходят с большим капиталом. Есть множество исследований, которые показывают преимущество того, что ты сразу входишь в рынок на всю сумму. То есть сразу за 10 миллионов ты сразу покупаешь в своей бумаге, если у тебя горизонт там 10-15 лет. Людям психологически страшно это делать. Поэтому, с этой точки зрения, если вы найдете Ольгу, долгосрочно покупаете, вам будет легче, вы привыкнете, и вы на своих живых деньгах увидите, какая ваша настоящая толерантность к риску. Потому что, например, в COVID здесь не отражен, но мы увидели резкое просто пике вот так вот вниз. Но кто очень сильно радовался, тот я, и мои ученики, потому что мы внизу покупали, и потом мы сейчас очень хорошо на этом заработали дополнительно. То есть мы кризис рассматриваем как возможности на то, чтобы купить дополнительно ценные бумаги, подешевевших. Есть такой фактор тунца, может быть, кто слышал, когда, допустим, ваша семья питается, любит кушать тунец, вы постоянно покупаете эти консервы, да, впрок. Вы купили, допустим, по 100 рублей банков, и однажды вы приходите в магазин, видите, что тунец стоит 50 рублей за банку. Вот вы же не расстраиваетесь, вы же не тащите свой тунец обратно. Скорее всего, вы просто обрадуетесь, что он стал дешевле, вы купите еще и несете домой. То же самое должно быть с рынком акции. Когда вы видите, что они подешевели, ваше первое желание должно быть купить. Ну, как купить грамотно, конечно, не спекулятивно. Нет, просто грамотно купить по дешевке и затариться. Такое отношение к кризису. Да, вот это вопрос. Да. А если вы не покупаете, это хорошо покупать? Нет, всегда хорошо покупать. ...все не наставили, но да, вот это сгодейки, это регулярно, да, 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 да. А если что-то сгодовое, стоит ли дать? Нет, он опять не ждет. Нет, нет, нет. Исследование показывает, что не стоит ждать. Смотрите, как действует инвестор, да. Первое, что мы делаем, вы можете, кстати, отправить мне плюсик в директ, у меня есть инстаграм Шердин или Виктория, или Виктория Шердин? Шердин или Виктория. Отправьте мне плюсик, я отправлю вам урок с финансовым планом. Что вам нужно делать? Вы заполняете финансовый план, понимаете, сколько вы хотите откладывать на пенсию, у вас в основе это определенная сумма. Вот ее точно надо каждый месяц инвестировать в ценную бумагу. Допустим, это там 300, 400, 500 долларов вы дисциплинированно на эти деньги покупаете ценную бумагу. Если у вас есть дополнительные средства и сейчас коррекция на рынке, пожалуйста, купите на дополнительные деньги дешевых акций, и это будет только круто для вашего портфеля. Вот так. А в целом мы продерживаемся, да, того, что дисциплина – это основа всего. Нет, это называется маркет тайминг. Проводились многочисленные исследования насчет этого маркет тайминга. Пока вы ждете, вы теряете рост, не факт, что оно упадет, не факт, что вы успеете купить и так далее. Может быть, оно будет, может быть, нет. Кто не знает, но те, кто ждет и боится, те теряют доходность. Если ваш горизонт, повторюсь, если ваш горизонт 10-15 лет, потому что инвестиции, друзья, это не про то, чтобы быстро заработать и срубить много денег. Это про длительный срок, про 10 дней. Но когда подключается чудо капитализации, когда вы наслаждаетесь тем, как растет ваш счет на ваших глазах, это же прекрасно. Реальные деньги через 10 лет. Да, конечно, это ценные бумаги, которые имеют свою стоимость, да, они растут. Так что всем припендую. Все. Спасибо.